Всем привет! Хочу предложить вам сайт для тех, кто хочет научиться создавать игры. На unity3dschool.ru вы сможете найти 5 курсов по обучению чайников геймдева на Unity. Там есть и рисование пиксель-артов для игр, и программирование на C-sharp, и обучение заработка на рекламе. В общем, все, что нужно каждому. Также не забудьте посетить их канал GameFree, на котором есть превью всех курсов. И как раз недавно вышло видео о создании 2D персонажа Руки Базуки. Все ссылки вы найдете в описании под этим видео. В этом видео, как вы уже поняли из названия, мы обсудим очень интересную тему. Какой фреймворк PHP учить новичку в 2018 году? Вообще, если вы попали на это видео, вы скорее всего как раз и задались таким вопросом. Вы уже знаете PHP и имели дело с практикой, а не только с теорией. Вы уже знаете на хорошем уровне ООП, и также сталкивались с ним не только в теории. Вам знакомы базы данных, хотя бы MySQL. Вы умеете работать с командной строкой, и в случае чего, знаете, как задать вопрос на Stack Overflow. Вы готовы переходить к фреймворкам, но не знаете, какой будет лучше. Давайте разберемся, для чего вообще нужны фреймворки. Если сказать кратко, при написании сайта, когда вы это делаете не первый раз, мы говорим сейчас не об одностраничнике, а о более высоконагруженном проекте. Если писать на чистом PHP, это получается довольно-таки долго. Зачем писать такие вещи, как аутентификация, каждый раз заново? Для этого и создали фреймворки. Вы можете сделать это буквально за 5 минут, прописав пару команд. Действительно, такие базовые вещи вы можете написать за считанные минуты без особых проблем. Также можете их кастомизировать, но это займет немного больше времени. По сути, работая с PHP фреймворками, вам важно понять саму концепцию. Нужно вникнуть в MVC, понять, как работает модель, Vue и контроллер, и как они взаимосвязаны между собой. Далее разобраться и окунуться в такие вещи, как маршрутизация, миграции, шаблонизация. Это все для начала. Изучая эти концепции, вы сможете использовать весь потенциал фреймворков и реализовать более сложные проекты. Еще очень классно то, что поняв эти базовые вещи, вы можете работать с любым PHP фреймворком. Сейчас преобладают три фреймворка. Это UE, Symfony и Laravel. Лично мое мнение, что начинать изучение стоит именно с Laravel. Я начинал с него и понимаю, что это было лучшее решение на самом деле. Laravel действительно очень простой. Что UE, что Symfony этим похвастаться как раз таки не могут. Для начинающего все весьма сложно и непонятно, куда двигаться, что делать, что писать. В Laravel, возможно, кому-то покажется так же на первый взгляд. Но в таком случае вам придет на помощь просто огромное количество людей, которые пишут на Laravel. На различных форумах вы можете задать вопрос, либо найти уже готовый ответ на свой вопрос. А также огромное количество, просто реально огромное количество обучающего материала. Как на английском языке, так и на русском. Кстати, сейчас выйдет курс у меня на канале с завтрашнего дня по Laravel. И лично я советую начинать изучение именно с него. На нем вы очень быстро освоите базовые вещи, а потом при необходимости писать и на другом фреймворке. Что немаловажно, Laravel это самый популярный фреймворк уже последние года так три. На самом деле можно выделить огромное количество особенностей и преимуществ Laravel. Но все они касаются его функционала. Видео больше нацелено на людей, которые только переходят к изучению фреймворков. И в данном случае вся эта информация, все преимущества будут просто мало понятны людям. В целом, с завтрашнего дня я запускаю курс по Laravel у себя на канале. Сначала основы, затем будет практика. Сделаем какое-нибудь, ну понятное дело, сделаем регистрацию, авторизацию. Сделаем какой-нибудь форум. Возможно, ну точно будут крут приложения. Какой-нибудь таск-менеджер. Вот будет практика по Laravel. Еще точно не придумал. Пишите в комментарии точно, что вы хотите увидеть в практике. Я объясню сложные вещи простыми словами, которые и у меня при изучении вызывали какие-то сложности. В принципе, начинайте изучение Laravel у меня на канале. Это все, что я хотел вам рассказать в этом видео. Переходите на unity3dschool.ru. Все ссылки вы найдете в описании под этим видео. До новых встреч. Всем огромной-огромной удачи. И пока.